Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Во время она человек некий биотфарисей, никодим имя ему, князь жидовский, сей прииди к Иисусу ночью и рече ему, равви, вем, яка от Бога пришел и си учитель, никто же поможет знамени сих творите, их же ты твориши, аще не будет Бог с ним. Отвещай Иисус и рече ему, аминь, аминь, глаголю тебе, аще кто не родится свыше, не может видеть и Царствие Божие. Глагола к нему никодим, как а может человек родитися стар сый, еда может второе в нить его утробу матери своей и родитися. Отвещай Иисус, аминь, аминь, глаголю тебе, аще кто не родится водою и духом, не может в нить его Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, и рожденное от духа дух есть. Не дивися, яка рехти, подобает вам родитися свыше, дух и деже хочет, дышит, и глаз его слышишь, но невеси, откуду приходит, и кама идет. Така есть всяк человек, рожденный от духа. Отвещай Никодим и рече ему, как а могут сия бытьи? Отвещай Иисус рече ему. Ты и си учитель Израилев, и сих ли невеси, аминь, аминь, глаголю тебе, яка ежи вем и глаголем, ежи видихом свидетельствуем, и свидетельства нашего не приемлете. Аще земная рекох вам и не веруете, яка аще реку вам небесная, веруете? Никто же взыди на небо, токмос шедой с небесе, сын человеческий, сына небеси. И яка же Моисей, вознесе змею в пустыне, так и подобает вознестися сыну человеческому. Да всяк веруя в он, не погибнет, но имать живот вечный. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Сегодня 24 апреля, светлый четверг. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Иоанна, 3 глава с 1 по 15 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не видите, не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, Сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесену Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную». Дорогие братья и сестры, в сегодняшний день мы читаем и слышим евангельский отрывок от Иоанна, третья глава, это одна из тех знаменитых бесед, которую передает для нас евангелист Иоанн, это беседа с Никодимом. Вообще, если в целом мы взглянем на евангельское повествование от Иоанна, то оно отличается еще и тем, от синоптических Евангелий, что в нем передается очень много личных бесед, бесед, что называется с глазу на глаз. Если в синоптиках мы видим, где Господь проповедует множество стечения народа, то здесь мы встречаем беседы тет-а-тет. Ну, какие, например? Беседа с Никодимом, о которой говорим мы сейчас, это беседа с Нафанайлом, это беседа с Самарянкой, это беседа о хлебе жизни, это беседа, последняя беседа с учениками на тайной вечере, это беседа с Пилатом и прочее. И вот этими беседами как раз-таки и выражается глубина Евангелия от Иоанна. Итак, само повествование вот этого разговора Христа с Никодимом, с одной стороны, представляется довольно-таки простым, потому что мы знаем, что здесь говорится о таинстве крещения, и эта беседа приводится в качестве основополагающим рассуждением из уст самого Христа, подобно беседе о хлебе жизни, когда Господь говорит о таинстве Евхаристии, и ее можно, эту беседу, беседу о хлебе жизни, которую по-иному мы называем беседой в Капернаумской синагоге, назвать буквально богословием таинства Евхаристии, из уст самого установителя этого таинства, то есть Христа, то беседа с Никодимом является рассуждением о таинстве крещения, это для нас ясно и понятно. Но, с другой стороны, сама по себе структура этой беседы довольно-таки сложна, ведь здесь Никодим представляется для нас тем, кто как бы не понимает слов Христа или не может их признать и понять. Ну, давайте постараемся растолковать последовательно разговор Никодима со Христом и понять, в чем же заключается вот это замешательство Никодима, который был одним из начальников иудейских, то есть один из членов Синдриона. Он приходит ночью ко Христу, и связано это было с чем? Во-первых, с тем, что он опасался, что его могли бы увидеть тесно общающимся со Христом другие фарисеи, в чем-то обвинить и осудить, с одной стороны. Ну, и с другой стороны, он приходит ночью по той простой причине, что раввины говорили так, ночь – лучшее время для изучения закона. И поэтому Никодим, зная это, приходит ко Христу, как тому, который был, как сам он говорит, таких чудес, и учитель от Бога действительно истинный, он приходит к нему ночью, чтобы здесь наедине поговорить о Писании, о законе, узнать о нем поближе. Свой диалог Никодим начинает с привычных фраз, он говорит о том, что Господь, что Христос, раввитый учитель действительно от Бога, что таких чудес и знамени никто не может творить, если с ним не будет Бог. Такое приветствие и обращение было свойственно, конечно, для иудейской среды, но здесь Господь не хочет распыляться на вещи незначительные. Он сразу начинает и резко обрывает, что называется, слова. Приветствия Никодима и говорит о том, что истинно, истинно говорю тебе, кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Итак, Господь говорит о рождении свыше и о Царстве Божием. Ведь все ожидали Царства Божьего, но Царства земного, но здесь Господь буквально говорит, что если кто не родится свыше, то есть не изменится, он не может увидеть Царство Божие. Никодим отвечает, как же человек может родиться, будучи стар. Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Итак, очень важно понять, в чем же заключается здесь непонимание никодимом слов Христа. Ведь на самом деле идея рождения и идея изменения, рождение как изменение, она была свойственна вообще ветхозаветным пророкам, это мы можем найти у Иезекииля. И поэтому Никодим, вот собственно здесь говоря, Иисус в 10 стихе не просто так говорит ему, ты учитель Израилев и этого не знаешь. Сама идея этого перерождения, изменения самого себя не была чужда мысли фарисейской в плане понимания закона и понимания Писания. Поэтому здесь нельзя сказать, что Никодим не понимает именно этой фразы. Но он говорит, как же человек, будучи стар, может родиться? То есть, действительно, как может человек родиться, если он стар? Но здесь непонимание Никодима можно выразить еще следующими словами. Он говорит Христу, насколько вообще это реально. То есть, он не просто не понимает то, что человеку необходимо переродиться, необходимо измениться, но насколько это вообще возможно и реально для человека. Вот в чем заключается непонимание Никодима или нежелание Никодима понять вот это перерождение. Ведь и мы сегодня тоже в целом говорим так же. Мы понимаем, и многие из нас принимают христианство, принимают Христа, принимают веру и свидетельствуют о том, что они люди верующие. Но когда речь идет о пересмотре своей жизненной позиции, о пересмотре вообще своего существования и отношения к тому бы что ни было, мы задаемся вопросом, но как же это вообще возможно для меня? И вот буквально слова Никодима можно понять так. А возможно ли это вообще? Ну не может же человек взять и войти вновь в утробу матери, будучи старым. Насколько возможно мне измениться, если я нахожусь в таком состоянии, если я уже настолько глубоко во мне находятся мои привычки, мой характер, можно ли это сделать или нет? То есть непонимание Никодима можно выразить еще и так. Не то, что он был настолько глуп, что не понимал этих метафор, которые приводит ему Господь. И вот здесь Христос отвечает, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, это закон. Рожденный от духа есть дух. Вот здесь уже Господь говорит о будущем таинстве, то есть таинстве крещения, рождении от воды и духа. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, что вам должно родиться от воды, что должно вам родиться свыше. Никодим спрашивает, как же это может быть? То есть он вновь спрашивает, как бы хочет увидеть этот механизм. не понимает, он не понимает, как это может произойти. Но Господь вот здесь очень четко ему отвечает, что дух дышит там, где хочет. Ты слышишь голос, но не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Так бывает рожденным от духа. То есть он нам показывает о том, что мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем, о том, что видели, а вы свидетельства не принимаете. То есть действительно, в нашей жизни есть много того, чего мы до конца проникнуться не можем или понять. Но увидеть это, что называется, на деле, мы способны. Не каждый из нас может понять, как работает телевидение, как работает автомобиль, электричество и все, что нас окружает. Но мы это очень хорошо используем для себя. И может быть, даже нам не важно знать, как это будет. Вот так же и здесь Господь говорит о том, что дух ходит там, где хочет. И голос появляется и уходит. Мы не знаем, как это происходит, но мы видим действие Духа Божьего. Действие, которое перерождает человека. Вот о чем здесь свидетельствует Господь. Как это совершится? Это не принципиально. Принципиально увидеть плоды. И вот эти плоды мы видим в церкви. Эти плоды мы видим тогда, когда человек обращается ко Христу. Мы не знаем, как действует Господь. Дела Божьи для нас остаются неверными, но мы можем увидеть результат. Вот об этом говорит Господь Никодиму. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, то есть, если я вам привожу земные примеры, как поверить, если буду говорить вам о небесном? Такая беседа в сегодняшний день праздничный, слышим мы с вами. это беседа Христа с Никодимом, который раскрывает нам учения о крещении, о рождении свыше, о том, что возможность быть в Царстве небесном является тогда, когда мы родимся от Духа. Вот о чем свидетельствует для нас сегодня Евангелист Иоанн. Мы читали 3 главу с 1 по 15 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч и храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова